Всем доброе утро, друзья. Сегодня день номер три. Это Лос-Анджелес. Мы начинаем. Мой день начинается с того, что я надеваю кепку, потому что я жду, жду этого момента, пока я приеду в Москву и подстригусь, потому что мои волосы не укладываются. Вайми, ара, иди-ка сюда. Ты какая красивая сегодня такая. Так, при свете дня распаковываю свой подарок, так сказать, да? Это вот так? Это она типа погладила так? Ужасно. Как мне нравится этот костюм. Спасибо тебе большое еще раз. Пожалуй, я сложу обратно. Что-то жалко их надевать. Ты нормальный. Ну-ка, одни, пожалуйста. Ну, мне очень жалко, если честно. Ну, в смысле, ты гулять здесь не будешь? Я переживаю просто, что я спать. Давай я их надену в дорожное путешествие, чтобы мне было комфортно. По-братски. Ну, сегодня я точно не хочу надевать. Мне очень, ну, прям, как, не знаю, рамку могу купить и их просто вот так вот. Ну, посмотрите, какое у них сочетание классное. Я вот увидел вопрос у меня в инстаграме, когда люди говорят, когда ты покупаешь что-то дорогое, тебе тяжело отдавать вообще круглую сумму? Тяжело. Однозначно тяжело. Просто это тебя мотивирует. Вот. Когда ты работаешь, когда ты пашешь целый год, ну, не важно, что ты делаешь, какая у тебя работа, да? Если ты можешь себе позволить это купить, ну, или получить в подарок, то почему бы и нет? Ну, как бы, понимаете? Дарить друг другу подарки, это тоже классно. Вспомните вообще реакцию Карины, когда я ей подарил сумку Прада. Ну, это эмоции, и их нужно переживать. Сколько я уже складываю это? 20 минут. Как выглядит моя жена с утра? Очень красиво. Читаю твои комментарии. Каждый день по 15 минут намного лучше, чем раз в неделю по 40 минут и говорящая голова. Ребят, не пишите, пожалуйста, такие комментарии в адрес Карины. Это очень обидно. Человек старается снимать для вас. Если вы будете продолжать писать, что мои влоги намного круче, чем у Карины, я перестану снимать. Честно говорю. Вот это у тебя, конечно, забота. Да нет, я на самом деле понимаю, что обзор старается как будто бы больше меня, все так своевременно. Но у меня другой стиль ведения влогов. Я не вижу себя в 13-минутных влогах. Ну, там, конечно, таких комментариев не так много, типа процентов 10. Но все равно я не хочу, чтобы так писали, потому что мне очень нравятся твои влоги, мне нравится твоя атмосфера во влогах и твое вдохновение. И когда люди такое пишут, ну, конечно, ты читаешь и расстраиваешься. А мне это не нужно. Если вы будете так часто писать, посмотрите, какая она милашка. Я перестану просто снимать видео. Потому что в первую очередь мне интересно, чтобы у тебя было все круто, а потом уже рядом и про себя. То, что я снимаю и много болтаю, это мой стиль, а не то, что я перестала стараться. Я считаю, что у тебя отличные влоги. Я их буду пересматривать потом еще очень долго. Реально? Конечно. Спасибо большое. Когда я сюда въеду, я даже вот проживая день, будучи здесь, потом все равно смотрю влоги ОСКО. Ну, блин, своевременность, это, конечно, круто. Это очень круто, потому что мне мои друзья, мои родные, вообще семья, все мне говорят, что ОСКО ни в коем случае не останавливается. И знаешь, как это заряжает? Конечно, знаю. Если вспомнить меня, на моей первой неделе влогов я тоже такая заряженная была. Я уже несколько лет снимаю, возможно, поэтому у меня нет такого запала, как у ОСКО сейчас. Ну, я тоже снимаю несколько лет, просто у меня нет вот этого постоянства. Да, а ты это делаешь постоянно. И поэтому для тебя это уже какая-то рутина. Вот, а для меня это что-то новое, как будто я, не знаю, голодный начал кушать. А ты, типа, уже поел и какие-то снеки кушаешь. Ну, типа... Да нет, ОСКО супер, я супер, просто по-разному делаю, но все. Я вышел из номера, надел свою маску, и сейчас будем вкусно завтракать. Не забываем. Так же вторую руку. Все. Какая сегодня погода хорошая. Надо побыстрее позавтракать и Карине об этом сказать. Знаете, мне очень нравится в Калифорнии, мне нравится, как люди живут. Здесь нет никакого напряга. Ты как будто бы всегда на отдыхе. То есть, если ты здесь постоянно живешь, из-за того, что здесь океан, здесь солнце, здесь жара, здесь люди двигаются так, как будто бы они отдыхают. То есть, если бы я вот выбирал среди штатов в Америке, я бы, наверное, вот большую часть времени проводил бы в Калифорнии. И, наверное, бы 2-3 месяца, наверное, в Нью-Йорке тоже стоит пожить, поработать. Вот в этой кипишной атмосфере, когда ты просто просыпаешься в 6 часов, открываешь глаза, у тебя просто высотки, ты понимаешь, что тебе надо сейчас на работу, ты сегодня будешь зарабатывать деньги, но это немножко мотивирует. А здесь ты такой, знаете, типа проснулся, такой, знаете, чисто армянин в Дубае. Просто вот проснулся, надел тапочки и раз так взглядом всех провожаешь там туда-сюда. У нас в отеле очень плохой Wi-Fi, и мне нужно было загрузить видео. Я обратился к ребятам, у них действительно крутой Wi-Fi, который загрузил за 10 минут. Это, который ты хотел. Вау. Вот это ты. Да, давайте. Это был первый кипяток, хорошо? Покажи, хорошо? Хорошо, спасибо. Да, конечно, удачи. Сейчас будет первый экспириенс, вы готовы? Тебе понравилось? Да. Сейчас. Пахнет ни о чем, если честно. Очень холодный, но очень вкусно. Карина-джан, вот так нормально? Да, нормально. Все, мы в Санта-Монике, надо вот так ходить, типа, мы тоже качаемся. Можно я так сделаю тоже? Ну давай. Подожди, камеру что-то опущу. Ну все, мы выдвигаемся на пляж Санта-Моники. Ну что, как тебе погода? Отличная. Мы сейчас берем самокаты и быстро, просто, быстро едем, но аккуратно на пляж. Вон там мы припарковались и доехали уже до пляжа. Сейчас, на самом деле, очень хорошая погода. Можно будет чуть даже потренироваться. Что? Я не слышал еще раз. Потренироваться? Что скажешь, Карина Аркадьевна? Офигенная похода, еще лучше, чем вчера. Пусть твой каждый день будет лучше, чем вчера. Угу, вот и да. Сегодня мы решили немножко позагорать, посмотрим, что из этого выйдет. Надеюсь, мы не будем лежать в номере и такие, ааа, не трогай меня, все сгорело. Подожди, принеси сметану, кефирок, кефирок. Посмотрите, что вокруг творится. Солнце, синее небо, пальмы. Вот это, конечно, отдых. Мы позагорали где-то около часа, может быть, чуть больше. Все? Проголодалась? Мы решили заказать еду, пока мы будем идти до отеля, наша еда тоже придет. Мы остановились на шейк-шаке. Ты решила, что будешь? Не, не знаю. Смотри, я тебе подскажу. Это чизбургер. Сыр, мясо, булочка вкусная, помнишь? С томатами. Это картошка фри твоя любимая, сырный соус. И можно чуть-чуть крылышек заказать. Хорошо, приду, но все. А милкшек будешь? Не будешь. Воду будешь обычно? Нет, ничего не буду из лепуток. Ну ладно. А теперь, что я буду? Значит, дабл-чизбургер. Мужской бургер, настоящий такой, да, с двумя котлетами, сочный. Я еще сильнее проголодался. Тоже буду картошку фри. Думает, одна такая картошку фри любит. Я тоже люблю картошку. Я люблю картошку фри. Что будешь в бургер? Я ничего, я не хочу. Не, ну, салат, томаты. Сейчас две личности во мне борются. Одна говорит, не надо тебе бургер. Другая говорит, ну ладно, один раз живем ли. Не знаю, ты зачем меня так провоцируешь? Ну, ты скажешь, что ты будешь... Дай мне, я сама выберу после того, как ты себе выберешь. Окей, сейчас. Вот и мы доехали до отеля. Что ты скажешь? Не знаю, что я хочу покушать. Но как решишь, обязательно расскажи. А мы вот только что доехали. Самокаты, огонь. Карина решила съездить до Светгрина. Давай, удачи! А я себе заказал доставку. Она будет совсем скоро, наверное, через минут 20. Поэтому я быстренько схожу в душ. И увидимся с вами. Для тех, кто тоже хочет воспользоваться доставкой еды, вот так вот называется приложение. Оно очень удобное, что в Нью-Йорке, что здесь. Заказал и раз, хоп, приехало. Только я не понимаю, очень быстро приготовили. И быстро доставщик забрал еду. То есть он сейчас уже будет везти ее домой. Хотя приблизительно написано, что через час будет. Но он будет 100 птол быстрее. Так, Рафаэль. Ну, Рафаэль, давай, ждем. Вот и мой заказ. Настоящая такая мужская сумка. Здрасте, приехали. Вы что, одна такая, что ли? Присаживайся. Как тебе салатик? Очень вкусно. Видишь, ты не сильно сэкономила время, зато сэкономила здоровье. Сейчас будет вкусно. Желаю всем приятного аппетита. Что хочешь? Ну, кто же вкусный? Будьте чикины, они очень вкусные. Картошку взял, чтобы любимая жена иногда кушала мою картошку. Ну-ка. Ну, кстати, я ошибалась. Она нормальную температуру доехала. И, конечно же, двойной чизбургер. Уф, как он выглядит. Я даже привстану, чтобы показать этот бургер. Здесь из Америка. Тебе было вкусно? Мне было очень вкусно, только я переела. А могла бы съесть чуть-чуть поменьше. С салатом переела? С салатом большой. И по традиции, после такого вкусного приема пищи, мы просто сидим и залипаем там в Инстаграме, в ТикТоке. Еще сейчас можно кофе выпить. Это мне надо. Подготовишь, брат? Конечно, рада тебя. Все, что угодно. Любая звездочка с неба окажется твоей. Если ты это запустишь. Ну, мне очень приятно. Давай. Часик, побыли в номере, отдохнули. Теперь мы готовы идти дальше. Мы с Кариной снова решили взять эти самокаты и доехать до Венис Бич. Что? Мне нравятся они очень. Да, мы сейчас будем ехать до Венис Бич. И, скорее всего, там мы встретим закат. И это будет красиво. По сути, если вы сюда заходите увидеть какую-то достопримечательность или что-то еще, мы здесь ничего абсолютно не показываем. Потому что это город для удовольствия. Это штат Калифорния, город Лос-Анджелес. И тут помимо того, что вкусно кушать, гулять на побережье, там, не знаю, встречать закаты, расцветы, больше ничего такого нет. Но только если на Голливуд съездить, да? Нам остался, да, Голливуд из достопримечательности. На Беверли-Хиллз мы уже были. Ну, мы вообще в предыдущих поездках были много, где больше нам никуда не хочется идти. Ну вот, поэтому мы выдвигаемся, увидимся с вами на Венис Бич. Вот и доехали. Как тут красиво, просто словами не передать. Может, тебе клип снимем на ходу? Вот, если вы вдруг окажетесь в Америке и увидите вот эту надпись, то, значит, вы на Венис Бич. Посмотрите просто на атмосферу этой картинки и поймите, где мы находимся. Венис Бич! Это настоящий Венис Бич. Мы находимся сейчас в Лос-Анджелесе. Тут действительно всегда так. Кто-то танцует, кто-то играет в баскетбол, кто-то просто гуляет, а кто-то ничего не делает. И это описывает Калифорнию в целом и вообще ветерем. Карина, скажи, пожалуйста, вот что у тебя больше всего удивляет? Когда ты вот гуляешь по Лос-Анджелесу и как бы ты понимаешь, почему это происходит, но ты не можешь к этому привыкнуть. Вот что-то, что-то такая изюминка какая-то есть. Поведение людей, наверное. Мы сейчас шли, и чувак просто ничего не показывал, никакие фокусы, танцы. Просто стоит в микрофон, говорит, мне нужны деньги. Пожалуйста, давайте мне деньги, я не хочу работать. Типа, что это такое? И я думаю сразу, а Россия, каково это было? Вы сразу его посчитали, что это сумасшедший. Этот, наверное, тоже сумасшедший? Не, я думаю, это просто образ жизни. Как будто это делает, не знаю, тут люди просто берут, вот сейчас ты снимал чувака танцующего, просто взял колонку, поставил по центру, на конечках катается. Не то, что у нас в России люди, не такие какие-то или более зажатые, просто тут как будто бы концентрация таких людей больше. Вот реально, мне кажется, в Америке, в частности в Л.А. Главная достопримечательность это люди, а не там Гриффитская обсерватория или Холливуд сайт. Солнышко в руках и венок и звезд в небесах. На самом деле очень интересно наблюдать за жизнью бездомных людей. Они могут открыть палатку в любом месте, там где душа позволяет. И все там и находиться. То есть если завтра им захочется переместиться куда-то подальше, они соберут палатку и в другое место. Это Венис Бич и тут, пока ты вот так вот гуляешь, с левой стороны находятся палатки бездомных людей, с правой стороны просто палатки, где что-то продают. И очень много людей и очень разных людей. Мы сейчас стоим в Старбаксе. Какие тут интересные стулья в виде скейта. Честно, впервые вижу и по-моему это очень круто. Я даже сейчас сяду, хотя нельзя. Вау, очень удобно сидеть. Мы с Кариной сегодня очень сильно устали. Целый день провели на Венис Бич. Вот оттуда идем пешком. Посмотрите, как тут красиво. И хотим с вами попрощаться. Спасибо, что были сегодня с нами. С вами была семья Маркарян. Всем пока. Пока-пока. А, мы забыли сказать, что это эксклюзивный влог. Карина сегодня не снимала влог. Да, извините, я забыла камеру. Ужас, да? Поэтому пересмотрите этот влог еще раз. Пока. 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 Я сно, я сно, я сно делю. Я сно, я сно, я сно делю.